Борьба с лесными пожарами в Северском районе продолжается. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 118 гектаров. По-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации. На территории Азовского сельского поселения в районе горы Собер огонь вспыхнул повторно. Как объясняют специалисты, на выгоревшую землю падает сухой лист. А установившаяся погода, как и раньше, способствует появлению новых очагов возгораний. В таких условиях работники лесничества, казаки и сотрудники МЧС сражаются с огнем в течение 8 дней. Мы находимся выше убинки, это если по лесному, то 10-й А-квартал. Здесь сейчас ликвидация лесного пожара. Сейчас пожар в принципе уже локализовали, еще вчера, и ликвидировали. Но сегодня идет контрольный обход, полностью еще раз все огребаем, обливаем, чтобы уже конкретно сюда не возвращаться, закончить полностью это под ноль. В станицу Бинская организовано волонтерское движение. Часто именно волонтеры первыми обнаруживают открытый огонь и задымление. Своими силами, своей техникой мы поехали и начали тушить. В это время подъехала администрация, казаки. Ну и все это дело мы вместе закончили. После этого утром мы также проехали по этим местам, мы посмотрели. Ну и в момент возгорания, конечно, мы тут же реагировали. Информационный портал радиостанции «Вести-ФМ» сообщает, что причиной пожаров, по предварительным данным, стали умышленные поджоги. Местные жители, в свою очередь, полагают, что главную роль сыграл фактор неосторожного обращения с огнем. Туристы и отдыхающие часто оставляют не до конца затушенные костры. Люди недобросовестно относятся к этому. Выезжают, я так понимаю, в леса, они тушат за собой, как говорится, костры как следует. Потом, скажем, техника безопасности даже в школах объясняется. Ну, безответственно. Народ относится к своим, скажем, природным ресурсам. Сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от туристических походов и отдыха на природе, до тех пор, пока ситуация не нормализуется. А пока волонтеры и пожарные тушат участки возгораний, прокуратура Северского района проводит проверку по факту возникновения лесных пожаров на территории Афибского лесничества. 13 ноября отмечается Международный день слепых. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1745 году родился Валентин Гавии, создатель первых учебных заведений для слепых, автор рельефного алфавита для незрячих, предшествующего шрифту Брайля. Сегодня в мире насчитывается более миллиарда людей с нарушениями зрения. Из них 36 миллионов незрячих. В России для поддержки людей с проблемами зрения существует Всероссийское общество слепых. В Северском районе действует его местное отделение, созданное в 1997 году. На сегодняшний день организация насчитывает около 500 человек. Это люди с частичной и полной потерей зрения. Как отмечает председатель общества Валентина Каприцына, несмотря на ограничения здоровья, часто эти люди демонстрируют неограниченные возможности. Несмотря на то, что у нас много инвалидов первой группы, у нас просто большое количество, эти люди являются такими активными, им можно позавидовать. Вот они, как вы представить можете, занимаются спортом слепой человек. По словам Валентины Каприцыной, на сегодняшний день большая часть слепых и слабовидящих людей в Северском районе – это люди зрелого и пожилого возраста. Но, несмотря на это, члены районного общества слепых ведут активную жизнь. Независимо от возраста, они находят для себя увлечения, получают новые навыки. «Мы стараемся что? Задействовать. Молодёжь задействует спортом. Стариков, шахматы, шашки, дартс. Молодёжь ещё и шоудауном занимается, ездит на туристические слёты. Это, я вам хочу сказать, что они приравнены к профессиональным. Вот мы по четверо суток мы живём на природе, в лесу, такие условия лесные, вот, но все справляются». Лучшая иллюстрация достижений и побед членов Северской местной организации Всероссийского общества слепых – кабинет Валентины Герасимовны, где практически нет свободного места от наград, кубков и произведений её подопечных. Галерея в Калифорнии готовится выставить на торги более полутора тысяч редких предметов из Диснейленда и мира Диснея. «Аукцион охватывает историю Диснейленда и мира Диснея от самых ранних документов обоих парков до сегодняшнего дня. И делает он это посредством не только исторических документов, но также вывесок и оборудования парков, предметов актёров. Всё, что можно только представить. От сувениров и пепельниц до головных уборов». На продажу выставят аниматронных птиц из очарованной комнаты Тики. За них хотят выручить от 80 до 100 тысяч долларов. Также продадут статую Микки Мауса. А за куклу из аттракциона «Этот маленький мир» надеются получить от 7 до 9 тысяч. «У нас есть всё. Например, копия оригинальных плакатов 1953 года, которые Уолт использовал, чтобы получить финансирование для парка. У нас есть двери главного здания, картины из дома с привидениями, средства передвижения, небольшие пепельницы 50-х годов, а также двухкаратный бриллиант, который подарили на 60-летие парка». Аукцион будет проходить два дня и начнётся 7 декабря. Все больше семей в России думают о надёжности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили всё, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Смотри, и правда размер за год увеличился. И давно вы за размером следите? Мы? Каждый год. А ты? Пенсионный фонд России. КОНЕЦ КОНЕЦ